МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем, как на рабочем месте сгорел мужчина. Охранниками был замечен густой дым, который шел со стороны стесарной мастерской. И момент ограбления в центре Казани. Вину признаете? Он, что он сказал. Преступление произошло под камерами наблюдения. Это не только прямо сейчас. Приходили в магазины, чтобы не тратить деньги, а наоборот их забирать. Приволжский суд Казани вынес приговор по делу о вымогательстве. По версии следствия, 40-летний Анвар Петров и его 21-летний подельник Ансар Сайфудинов наведывались в торговые заведения и устраивали проверки. Чтобы их результаты не попали в Роспотребнадзор, требовали деньги. Чем закончилась эта история, расскажет Айрат Назипов. Их задержали еще два года назад. По материалам уголовного дела, оба подозреваемых стали ревизорами в 2013 году. На тот момент еще несовершеннолетний Ансар Сайфудинов в присутствии взрослого напарника покупал алкоголь. Паспорт кассира он показывал лишь после покупки. Тогда же обвиняемые грозились обратиться в контролирующие органы. Чтобы избежать лишних штрафов, директоры магазинов, как правило, платили им за молчание. Около 3000 рублей в месяц. Так и зарабатывали, пока парень не достиг совершеннолетия. После этого подсудимые сменили схему заработка. 28 февраля, 12 месяцев. Но продаете же? Мы не продаем. Но почему он у меня в руках? Находили на прилавках просроченный товар, покупали его и подавали жалобу в Роспотребнадзор, который инициировал внеплановую проверку магазина. Также с последующим наложением штрафа. После нескольких таких акций, они обращались к директору торговой точки с предложением в избежание аналогичных проверок платить им ежемесячно от 3 до 5 тысяч рублей. Терпение владельцев магазинов закончилось в 2016 году, и они написали заявление в полицию. При получении очередного платежа от директоров одного из магазинов, подозреваемые были задержаны оперативниками. Потерпевшими по делу были признаны 10 работников торговых сетей. Общий ущерб составил больше 134 тысяч рублей. Свою вину в некраминированных преступлениях подсудимые так и не признали. Оба считали, что выполняли общественные работы и полагали, что отношения с потерпевшими насилием не криминальный, а деловой характер. Впрочем, суд с таким мнением не согласился. Анвара Петрова приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ансаруса и Фудинова к 3. С большой вероятностью защиты обжалуют приговор. Айрат Назип, Азат Самигулин, Вызов 112. Тело молодого человека обнаружили минувшей ночью под окнами дома номер 2 по улице Пржевальского. На место тут же вызвали полицейских. Стражи порядка предположили, что погибший упал с крыши 14 этажа здания. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Теперь все детали произошедшего предстоит установить следователю. Три человека пострадали в результате столкновения Hyundai Accent и кареты скорой помощи в Нижнекамске. По предварительной версии, водитель на марке не пропустил едущих на вызов медиков. В результате помощь понадобилась как самому предполагаемому виновнику происшествия, так и экипажу неотложки. На вся меня зовут с подробностями. Девушка, я не в состоянии сейчас говорить. Мы на вызов приехали, да? Да, мы на вызов. На улице студенческой 30 лет победы произошло дорожно-транспортное происшествие, где автомобиль скорой помощи двигался на вызов со включенными специальными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками, из-за чего произошло столкновение с автомобилем Hyundai Accent. Скорая помощь ехала по студенческой Hyundai со стороны Ледового дворца в сторону проспекта Мира. На светофоре водитель на марке не уступил дорогу медикам. Это, по мнению автоинспекторов, и стало причиной столкновения. Нафиса Минязова, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Тело сотрудника предприятия по металлообработке обнаружили в сгоревшей бытовке на территории организации в набережных Челнах. Сотрудники увидели дым, пытались спасти человека, но зайти в полыхающее помещение не смогли. Динара Камалова узнала, что по одной из версий человек был мертв еще до возгорания помещения. Трагедия случилась в бытовке предприятия по металлообработке. В 8 часов вечера рабочие обратили внимание на идущие из здания дым, но зайти внутрь самостоятельно не смогли. В ходе обхода территории ООО «Профтермо» охранниками был замечен густой дым, который шел со стороны стесарной мастерской. По данному факту было сообщено руководство предприятия, а также поставленную известность оперативной службы. Прибывшие на место спасатели обнаружили в помещении обгоревшее тело мужчины. Погибшему было 69 лет, известно, что он работал на предприятии слесарем. В бытовке на момент случившегося находился электрический обогреватель, который мог стать причиной возгорания. Не исключаются и другие версии произошедшего. По факту случившегося проводится доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза. По их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Динара Камалова, Эльвира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко. Вызов 112. А сегодня на одной из троек в набережных Челнах рабочего насмерть придавило бетонной плитой. Несчастный случай произошел в половине девятого утра. Строительной бригаде было поручено передвинуть перегородку. Во время выполнения работы произошло ЧП. Смерть наступила мгновенно. Как сообщают коллеги, челнинец работал в этой компании более 10 лет, был опытным и ценным сотрудником. При производстве работ по перемещению перегородки, перегородочной плиты, прошло падение плиты. Сейчас ведется расследование. Все инструктажи были проведены. Охрана труда предприятия существует. Выясняем причину произошедшего случая. По версии следствия, рабочий погиб в результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности. По данному факту, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Отобрали 35 тысяч рублей прямо на улице в центре города. В полицию обратился 30-летний молодой человек, который сообщил, что его ограбили. Два человека, проходя мимо, избили его и отобрали деньги. Преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения, и полицейским не составило труда найти и задержать подозреваемых. Алина Бережная, обо всем по порядку. Будете говорить, нет за что задерживать. Он во всем признался, что либо скрывать смысла нет никакого. В момент преступления был зафиксирован и камерой наблюдения на ближайшем доме. Вот два человека догоняют мужчину. Через секунду удар. Человек падает. Нападавшие забирают у него деньги, 35 тысяч рублей, и уходят, не торопясь. Пострадавший 30-летний мужчина тут же обратился в полицию. В результате оперативно проведенных разыскных мероприятий сотрудники экипажа Патрульно-постовой службы Управления МВД России по городу Казани возле одного из баров в центре города задержали молодых людей в возрасте 23 и 28 лет. В ходе проведенного личного досмотра у одного из них была обнаружена изъята часть похищенных денег. Вину признаете? Он. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. Суда задержанные будут дожидаться под арестом. Набережная, вызов 112. Задержали сбытчика, вышли и на поставщика. Полицейские Казани перекрыли крупный канал сбыта наркотиков в столице республики. В ходе операции стражи порядка изъяли из незаконного оборота порядка 640 граммов гашиша и чуть больше грамма синтетики. Как все это было, увидел Рамиль Шайдулин. 25-летнего уроженца одной из соседних республик полицейские задержали в его же автомобиле. Там же у предполагаемого сбытчика обнаружили два свертка с гашишем весом чуть больше 2 граммов. Кроме того, полицейские установили, что задержанный оборудовал два тайника на территории Казани. Обнаружив схроны, стражи порядка изъяли свертки с гашишем. Там было еще 2 грамма. Управление по борьбе с незаконным оборота наркотиков. После задержания сбытчика полицейские вышли и на поставщика. Им оказался 24-летний, ранее не судимый, не работающий уроженец Башкортостана. Во время обыска в его квартире оперативники обнаружили и изъяли 100 бумажных марок, пропитанных концентрированным наркотическим средством. Там же нашли гашиш общим весом 635 граммов. Пакет застежки зипер, в котором три сверка. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. На время следствия в отношении закладчика избрана мера пересечения в виде домашнего ареста. Поставщика заключение под стражу. Сейчас полицейские устанавливают других фигурантов в преступной цепочке. Рамиль Шайдулин, Айрад Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.